Привет, дорогие мои друзья! Сегодня вы увидите автомобиль, который способен разогнаться до 50 км в час. Интересно? Тогда поехали! Давайте продолжим серию видео диванного анбоксинга. И как уже многие догадались, на диване мы с вами распаковываем игрушки. Давайте посмотрим, что лежит в этой коробочке. Интересно, интересно, дорогие мои друзья! С чего начнем? С большой или с маленькой? Ладно, давайте сначала с маленькой, а самое интересное мы оставим на патрон. Больше здесь в коробочке ничего нету вроде бы, хотя нет, есть. Здесь у нас есть пультик вот такой вот и, видимо, зарядник. Давайте посмотрим. Такой вот пультик интересненький. Здесь можно установить две мизинчиковых батарейки. В общем, ребята, не знаю, как эта штука работает. Сейчас я разберусь и вам расскажу. Но сначала, чтобы было интереснее, давайте сразу откроем содержимое большой коробочки и посмотрим, что у нас там внутри находится. В большой коробочке, ребята, у нас находится вот такой вот красотенный автомобиль. Он немножко поменьше, чем наш прошлый с вами автомобиль, но смысл такой же. Здесь тоже есть подвесочка, ребята, такая же мягенькая. Также корпус у нас на защёлочках. Также колёсики тоже мягенькие. Пристяжен упакован он также. Вот так вот он, ребята, выглядит. На клеечке здесь клеить на него не надо уже. Всё приклеено, всё здорово. Внизу у нас здесь подвеска вот такая вот независимая. Смотрите, классно вообще. Давайте снимем заклёпочки. Сняли заклёпочки, снимаем корпус. И здесь у нас, ребята, вот такая вот красотень. То есть здесь у нас мотор с охлаждением. Толстые провода, видимо, большой ток. Здесь у нас целая куча транзисторов. Здесь, значит, сразу же выходы для подзарядки аккумулятора. Здесь у нас находится привод рулевого управления. То есть вот так вот он шевелится и колёса поворачиваются. Смотрите, как прикольно сделано рулевое управление, ребята. Это очень классно, здорово. Ладно, с этим мы чуть попозже разберёмся. Давайте теперь откроем содержимое коробочки. То есть нижней части упаковки. И здесь у нас, скорее всего, находится аппаратура. Здесь блок питания. Видимо, нужен он для зарядки. Здесь ключ. Для ремонта ключ. Кстати, вот прошлой машины отличается тем, что он пластмассовый. Но такой же. Так, давайте посмотрим, что здесь ещё есть. Здесь ещё одна коробочка. В этой коробочке находится зарядное устройство. И блок питания этот от него. Убираем стяжечку и достаем аппаратуру. Вот так вот она выглядит, ребята. Очень такой брутальный в неё видок. Здоровая такая вся. Тоже колесо управления. Здесь кнопочки. Четыре штучки. Антенка. И работает это всё дело от четырёх пальчиковых батареек. Ребята, это очень шустрая машинка. Дома её запускать. Как-то она аж на стены вот так вот запрыгивает. Очень быстро ездит. Реально страшновато по сравнению с нашим внедорожником. Тот больше проходимый. Смотрите, даже есть дифференциал. Офигеть вообще. То есть эта машинка у нас с вами полноприводная, рвёт и мечет. Ребята, она просто вообще страшна. Значит, кнопочки вот эти вот здесь четыре штуки. Это первые верхние для калибровки центрального положения рулевого управления. То есть мы вот так нажимаем. И вы можете видеть, как перемещается у нас бегунок вот этот вот. И колёса поворачиваются. Ну, он очень медленно перемещается. Вот сейчас назад его делаю. То есть благодаря этим кнопкам можно точно выставить центр. А вот эти кнопки нужны для регулировки плавности ход. В общем, ребята, машина эта очень мощная. Она просто вообще на стены залазит. Даже вот так вот. Класс! Вообще огонь! Пробовал сейчас гонять по пустой комнате. На ней она просто такие финты мутит. Разворачивается. Просто с ума сойти. Просто офигеть. Значит, здесь на аппаратуре есть вот такая вот кнопка включения-выключения. Здесь кнопка включения-выключения есть вот здесь. И заряжать аккумулятор можно, не снимая его с автомобиля. То есть, ребята, очень здорово, удобно всё сделано. Класс вообще! Вот так вот она выглядит в корпусе. Хочу обратить ваше внимание, что корпус покрыт вот такой вот защитной плёночкой. Но я её пока обрывать не буду. Пусть она будет. Вдруг она у меня где-нибудь ещё кувыркнётся. И плёночка хоть как-то спасёт краску, которая на ней находится. В общем, ребята, машина-зверь. Очень быстро, реально. Вот сейчас я вам покажу. Здесь стоят подкладки, подстойки сзади. Вот как вы можете видеть, я не сказал вам об этом. Их лучше не снимать, потому что машина спортивная и подвеска у неё должна быть жёсткой. В комплекте к машинке есть инструкция. Я её, конечно же, нашёл в самом конце. То есть здесь у нас полностью в разборе есть все элементы, стойки, колёса. Вот даже написано, как разбортовывать. Здесь описано, как и что у нас нажимать, переключать. На это, в общем, я вам уже всё сказал. И самое интересное, это каталог запчастей. То есть, в принципе, как и на прошлой нашей машинке, если у вас что-то сломалось, вы можете по каталогу найти номер запчасти и приобрести её через интернет. А вот с этой игрушкой, ребята, дела обстоят гораздо веселее. Она умеет прыгать. А когда я это понял, софтбок с лиминесцентными лампами уже летел на пол. И упал он на камеру. И, короче, было весело, ребята, реально. В общем, смотрите, какая штука. На диване она, конечно, не так хорошо прыгает, потому что он мягкий. Но на полу, ребята, блин, полметра точно подпрыгивает. Смотрите. Вот так вот она, ребята, действует. То есть, эта штучка у нас умеет всячески кататься, крутиться и прыгать, что самое главное. Она у нас всяко дурит. Вот так вот на месте крутится. На неё есть наклеечки. Вот так вот выглядят наклеечки. Их здесь три штуки. То есть, можно на свой вкус выбрать любую и наклеить. Вот такой вот, ребята, сегодня интересный видос был. Если вам понравилось, пальцы вверх поднимаем. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения. Море позитива. С вами был Александр. Пока-пока. Давайте посмотрим компик уже поближе. Компик имеет очень маленькие размеры. То есть, вот, для сравнения, влазит на мою руку. Я вам показываю. Очень тоненький. Здесь у нас тоже всё. Плёночка. Ничего. Нормально. Как раз под мою руку. Он таких немаленьких размеров. На детскую ручку этот держатель, я вам скажу, будет великоват. Ну, а мне нормально подходит. То есть, теперь я, как настоящий видеоблогер, смогу снимать достопримечательности.